Друзья мои, всем привет! Сегодня мы производили укладку плитки ПВХ и сегодня и сейчас я хочу вам немножко об этом рассказать, поделиться процессом, поделиться своим мнением и дать небольшие советы относительно данной плитки и как ее правильно укладывать. Нужно правильно начать, чтобы правильно закончить. Помните это правило и у вас все получится. Поэтому смотрим, поехали! Так, сегодня будем производить укладку плитки ПВХ фирмы Артенс. Вот такая вот у нас плиточка, она замковая, поэтому будем собирать ее как ламинат. Толщина данной плитки где-то 4-3-4 миллиметра. В общем укладку будем производить на эти две комнаты. Но чтобы у нас все вошло аккуратно, нам предварительно нужно будет сделать два контрольных ряда и от них уже будем мы стартовать и заходить. В общем санузел и в эту комнату. Изначально мы все здесь подготовили, сделали стяжку, потом сделали наливной пол для того, чтобы выровнять основание, дали ему просохнуть и только после этого начинаем укладку. Также мы взяли вот такой вот клей для плиток ПВХ для фиксации. Итак, как я уже сказал, для начала нам нужно разложить эту плитку вдоль стены. Так, и теперь еще нам нужно знать, как мы захотим сделать шов, либо вдоль стены, либо чуть-чуть заходом в комнату. В принципе разницы вообще никакой нету, да? Все, тогда ладно, выкладываем целую плитку и уже потом от нее пойдем в комнату. Так, и сразу надо обратить внимание, как мы будем собирать. Вот это у нас большой шип, с этой стороны у нас маленький шип, поэтому сборка будет происходить таким вот образом. Следовательно, там у нас будет обратная сборка, и чтобы нам было удобней, и там дальше нам не пришлось собирать обратной сборкой, мы будем делать в таком вот порядке. Ну ладно, давай, нам нужно изучить обратную сборку тоже. Она должна собираться очень легко. Все. Закрылся замок, закрылся. Можно чуть-чуть приподнять. Вот так вот, да? Так проще будет. Все-таки в обратную сторону не очень удобно собирать, поэтому сразу изначально мы делаем, чтобы нам было удобно. Мы пока не приклеиваем, приклеивать будем только в помещениях, потому что эту мы будем еще разбирать. Обратите внимание, с одной стороны есть замок, а с другой стороны нету. Получается, вот эта часть у нас просто ложится на первую плитку. Следовательно, в месте, где они соединяются, она просто вот так вот лежит. Многие говорят, что клеить плитку ПВХ не надо, а можно делать укладку просто на подошку. В принципе, тут в инструкции тоже так сказано. Но если оставить плитку так, без следующего соединения, она у нас будет вот так вот ходить. Поэтому всегда нужно делать раскладку в разбежку, ну, на пол плитки, можно на две трети, чтобы швы держали друг друга. Поэтому мы делаем разбежку в пол плитки и произвели укладку. Преимущество данных плиток, то, что их можно обрезать канцелярским ножом аккуратнее. И потом просто обломить. С одной стороны, получается, замок у нас работает, а с одной стороны он у нас просто ложится. Вот, все, все аккуратненько у нас собралось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, в общем, завершили мы укладку плитки ПВХ на пол. Сразу хочу сделать небольшое отступление, замечание, как проще, как лучше собирать плитку. Нужно собирать ее по ходу движения. У нас ход движения был оттуда и в эту сторону. Положив первую плитку, мы, получается, вставляем, а здесь мы просто накрываем. Если идти наоборот, то, получается, нам нужно вставить сюда и вставить сюда. То есть неудобно. Это у нас было в начале, когда мы только начинали это делать. Было не очень удобно, поэтому мы решили начинать с этой стороны. То есть переместили сюда и уже отсюда спокойненько накладывали, накладывали, намазывали, накладывали и все. В общем, в итоге все у нас получилось хорошо. Довольно-таки быстро укладка произошла. И самый плюс того, что вы укладываете плитку ПВХ на пол, это то, что по ней сразу можно ходить. То есть если укладывать обычную плитку, то нужно, получается, ждать. Также ее можно укладывать на любые поверхности. На деревянный пол тоже можно укладывать, поэтому и в этой плитке ПВХ есть свои плюсы. Также использовали молоток и кусочек плитки ПВХ для того, чтобы фиксировать и забивать швы на место. Это нужно делать, потому что если это не сделать, то они будут немножко торчать. Здесь клей Акстен, универсальный клей для фиксации плитки, ковролина, линолеума. Он приклеивает плитку, все нормально, звук опустования. А здесь есть пустой звук. Ну, а если вдруг, когда не повредите плитку ПВХ, ее также спокойно можно будет удалить. Удалить один квадратик, вырезать и вклеить на ее место уже другой. Это тоже без проблем, проще, чем возиться с линолеумом. Вот все. На этом у меня, в общем, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все дела. Кстати, к отпуске, которые у вас остаются, вы их не выкидывайте, потому что, если вы будете продолжать укладку, вы их в будущем можете дальше использовать. Поэтому, чтобы не расходовать новую, оставьте до конца ремонта старые. Вот. Это еще небольшой совет и лайк. Пока у меня все. До встречи на новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok